всем привет это канал весь из полей и в общем да мы идем сейчас на куда идем то артём короче натур слет он же спортивное ориентирование уже физкультура да ну в общем как то так уж темка будет бегать видимо отключи к телефон ладно надо еще хлеб выкупить сейчас надо мне в киоск добежать заказала хлеб там зерновой и все типа видите худею я все подряд все лето сейчас решил похудеть зимой да и спячка подать надо что зачем спячку ну ладно все пошлите с нами это как диодская косичка ну ладно надо волос уже красить голову волосы ой ё-моё чё такой тяжелый хорошая песня очень нужна и спортсмену и туристу она помогает трудном пути она сближает туристов на привале когда они все вместе здесь у вас будет три задания первое задание петь песню которую вы все вместе выучили готовы поем не пушистый как котенок от природы косолапый и когда медведь не плакал нам весит очень много и приступая лапа пойдем про синие сугробы и когда медведь не плакал нам весит очень много и приступая лапа пойдем про синие сугробы да хорошая у вас песня эта песня первый раз слышал я думаю медведь тоже хороший не уклюжи медведь он лапа жил берлоги с мамой папой и пушистый как котенок от природы косолапый и когда медведь не плакал нам весит очень много И придопывая лапа, пел про синие сугробы Мы притопывая лапа, пел про синие сугробы Когда выйдя из перлоги, направляясь к бабке старой Мишка посреди дороги, повстречал мы здесь гитарой Мишка долго-долго слушал, как они тихонько пели А потом, как дружно-дружно с маргарином кашу ели Мишка долго-долго слушал, как они тихонько пели А потом, как дружно-дружно с маргарином кашу ели Мишке тоже захотелось кашу есть и спать в палатке И носить рюкзак тяжелый, и штаны с большой закладкой Опрощавшись с мамой и папой, смешив приезжей жизни крышку Помахав, прощай, на лапой, убежал к туристам Мишка Попрощавшись с мамой и папой, смешив приезжей жизни крышка Помахав, прощай, на лапой, убежал к туристам Мишка Помахав, прощай, на лапой, убежал к туристам Мишка Мы сделали Сфотографируйте спереди Главное, что пять колец Молодцы, все победили А сейчас на ле Вот, по классам, шагом марш Тебе понравилось? А? Артем? Нет! Иди в хас Сейчас учимся будем там что-то говорить Урок начался уже Все, уроки закончились уже у нас Артемка делать сейчас будет домашнее задание Немного Русский математика Немного совсем сделать Русский уже сделал Сейчас будем делать математику Делаем математику Потом приду и буду что-нибудь заниматься Чем? Вон этот С дня рождения его конструктор Собрал Но мама растопталась Ну я не растопталась Случайно ногой задела Я чуть-чуть разводился Верхушка Это уж я не доламывала Тут сам что-то делал Я не знаю Я ногой задела Только все Сейчас на ушу надо идти уже Через сколько? Через 20 минут Так, черновик сначала достаем Потом в тетради будешь писать Слышь мне? Угу Папа сейчас с работы не пришел Скорее всего придет Когда уже на ушу он будет Сейчас у меня суп горохой варится И курица Гречку мы что-то варю Все, одеваемся Идем на ушу Идем Да, бабушка Ладно, бабушка, пошли У нас тут белье сушится Я вот так вот пойду Плохо, когда нету ванны Так бы над ванной подвесить можно было И все Пойдем Все, идем Сейчас я кроссовки одену Я сам пойду Нет, одевай шапку нормально Тепло Чтобы было Я видите, уже утеплилась Ладно, все Ну, уже два дня с такой прической ходит Три Ну, три Отвела Артемку на ушу Идет из почты У меня шучительно сегодня не рождение было Сколь Поздравляли сегодня Вот Вообще Погода неплохая Обещают дождь, снег Дождь и снег Ладно, будем печататься То смотрим на меня Как она больная Такая смешная С этой шапкой Тренажерчики стоят У нас для золотого дракона Это Решила поразминать косточки свои Сейчас вам покажу Ой Правда, примитивные Но все равно Сейчас маленько Ногами пошевелю Кстати, ловко сейчас сделали Покрытие резиновое такое Давайте посмотрим, что они делают Уже старшая группа уже Что-то бегают Угу Занимаются Ушуисты Молосы Шаг Видите, разные грамоты, дипломы здесь стоят, в шкафу. Наконец-то. Что, умотали опять? Нет. А что? Я это, приемно учился дождь. Какой? Суйбу или майбу? Чего? Суйбу. Суйбу? Да. Ну-ка покажи. Суйбу. Давай. Я вспомни. Ну давай. Суйбу твою. Потом. Давай. Это Суйбу? О! Вот. Вот. Ну. Ничего себе. Давай. Ну все, пошли. Равновесие надо держать. Не падая. Ну все, пошли. Домой пошли. делаем. Врать. Молодец. Молодец. Это журавль. Молодец. Понятно. Почти все садятся. Почти все? Ничего себе. Молодцы. Все, идем домой после ушу. Молодец. И еще вот. Если вот. У вас нету. Не работает одна фара. У вас где-нибудь да. Мотоцикл. Тогда у вас пиарится. Это точно. Что сделать? Пиарится. Что такое? Что же слово такое? Пиарится. Режутся. Да. Попадут. Если у вас. Авария будет? Ну да. Понятно. Лежу вот так вам. Покажи вот. Ну понятно. Надо фары. В фарах лампочки свое время наменять. Да. Смотри, если перегорело, надо поменять. Если хорошую какую-то машину, значит тебя примут за автомобиль. Ну ладно. Сейчас мы идем домой. Видите, темень какая. Ой, такая темень. Темень. Я не знаю. Как дети ходят одни по кружкам. Тут. Вообще. Тут одноклассники, по-моему, одни сейчас шли домой. Тоже на уши ходят. Все. Мы уже зашли домой. Слушайте, лохматая. Без подущей головы украсть. Сначала накормлю их, естественно. Домашнее задание проверим и потом пойду краситься. Так. Сейчас я Артемке хочу показать кое-что. Желательные резинки, которые детям раздают с наркотиком. В общем, если у вас дети, покажите тоже им эту фотографию. Ну, я не знаю. Либо видео, скриншот сделайте там, я не знаю. И чтобы они не брали у взрослых, у детей. Если угощают, не брать. Понял меня? Угу. Вот называется. Видишь, какая упаковка. Это где? В ламу. Да видимо раздают. У бабушки что ли такая? У какой бабушки? Что? Да. Скинули родители через вайбер. Видишь, вот так вот выглядит. Смотрите, как они выглядят. Надеюсь, камера. Видите, у меня камера маленькая поцарапанная. Не знаю, видно будет. Видите? Такие прямоугольные. И написано FANS 7. В общем, не брать. Вообще, не брать ни у кого ничего. Понятно? Из рук. Так что не брать. Ты понял меня? Запомни. И другим не говори, что брали. Понял? Все, давай. Так что... Глаз, да, глаз. Тем более за пацанами. Так что, ладно. Будем закругляться, наверное. А куда-нибудь другая пачка будет? Ну, не брать, я сказала. Просто ничего в школе не брать. Не брать вообще нет. Нигде. Нечо. Нежелательно. Вообще ничего брать. Только можно брать. Да, только можно. Попроси маму. Мама лучше купите, что надо. И все, не надо. Ничего брать ни у кого. Понял меня? Ага. Могут подмешать там, я не знаю. Сейчас вообще нужно просто быть внимательным. Сейчас и люди-то, и взрослые тоже чокнутые бывают. Так что, не только дети. Сейчас шью, зашиваю, видите, подушку. Помните, у меня была розовая кофта такая? Свитшот. Все сказали, что она похожа на эту. Как ее звать? На пижаму какую-то. В общем. Она, первых, холодная. Я попросила маму, чтобы она мне разрезала. Здесь вот машинкой прошила. Получилось две подушки. Это из рукавов, а это из самой кофты. Вот. Сюда толкала подушку старую. Была длинная подушка. Так вот. Чуть часть отложила сюда. Сейчас зашиваю остальную часть подушки. Видите, получилась какая подушка немножко кривая. Потому что здесь, видите, рукава, на рукавах резинки были. Мама не стала здесь отрезать их. Здесь немножко тянет. Поэтому немножко как-то перекошенное получилось. Здесь пришлось мне, видите, сделать надрезы, чтобы резинку сильно не тянуло. Надеюсь, нормально получится. Подушка. По интерьеру, в принципе, нормально подходит. Сюда и накрывала вот на это. Тоже такое мохнатое. Так что вот зашиваю. Думаю, что нормально должно получиться. Это точно получится. Это как-то перекошенное пришло. Здесь подшивать еще и утягивать. Видите, она какая-то не такая какая-то. Здесь надо ее тянуть, наверное, чтобы она ровная была. В общем, как-то так. Здесь длиннее, здесь уже получается. Либо надо распороть и... Короче, не знаю, может распарю. И так же надрезы сделаю, как здесь, чтобы не тянуло. Так что вот вторая жизнь кофты. Кстати, для подушек, мне кажется, очень даже здорово. Она такая вот приятная, приятная. Так же как покрывала. Тоже, блин, мастерица. Такой бы дурак сможет сделать. Одну хорошую вещь на другую пустить. Ну, она хорошая была, но она холодная. И что? Она из синтетики. Можно было... Синтетики ходить, они душно, жарко. Это не свитшот. Она... Я понимаю. Она кофта должна греть, а она, наоборот, холодит. Зачем такая кофта? Я понимаю, это бы сделала бы, соткала бы, сама пряжу бы. Связала бы. Туда вставила эту подушку и зашила. Вот это как мэйд. Слушай. А это апдейт его называется. Апгрейт это называется. Апгрейт это называется. Ну ладно, апгрейт. Тоже хорошо. Что ты? В общем, вот. Это классно получилась подушка. А это? Видите? Какая-то перекошенная. Ну, я не знаю. Тут резинка, потому что это рукав был. Рукав здесь был широкий. Сужался, может быть, сам себе подушка такая. В общем, я не знаю. Или тут утянуть как-то. Или бог с ней с этой подушкой. Лея, давай из моих трусов тоже сделаем. Давай, Леша. Из носков лучше сделаем. Вот это вообще классно получилось. Ну ладно. Лена, может там шуба висит? Слушай, моя. Отстань. Леша, отстань. Леша, отстань. Вот это классная подушка такая. В интерьер подходит сюда. Сюда ее вот так. Лена, у меня кожаная куртка еще есть. Очень можно классные девайсы сделать. Отстань. Все там лежать, собираешься, подушек надевать? Ты не нормальный или что? В смысле не лежать? Да для декора. Я тебе вообще от дивана, вот этого, родного. Мне диван-то не нравится. Надеюсь, Леша когда-нибудь купит нормальный диван, квартиру. В общем, вот, мне кажется, с этим покрывалом вообще идеальное сочетание вот эти подушки. Еще бы одну такую. Вообще, сейчас не делают вообще одинаковый цвет покрывала подушки, делают разных цветов. Например, вот если покрывала такое, мне кажется, подушка розовая, здорово что подходит. Вот эта тоже подходит под обои, кстати. То есть разные подушки модно сейчас, чтобы лежали. Вот. Нормально. Сойдет. Это классно, мне очень нравится. Прям для подушки идеальный вариант. А ты видишь, как я могу делать? Давай, волосами. Волосами? Волосы поднимаются, прикол. Челочку попробуй к челочке поближе. Нет. Ну-ка так еще раз. Давай, все. Можно. И это абсолютно реально. Это был специальный проект тело-локанов. Правда, волосы поднимаются. Прикольно. Темка сел за выжигатель. Первая его картинка. Ежик с рябочками. Ты молодец. Потом можно открытки делать. Что еще можно? Машинки. Что хочешь можно. Поздравительное все. Видишь, как ловко получается. Потом можно разукрасить фломастерами, например. На автомате можно делать эти как-то инициалы. Ну-у-у. Видишь, как здорово. Под музыку, знаешь, как ловко. Увлекает очень сильно. Нравится? Ну. Не делает. Ну что, опять у нас пятиминутка рецептов. На этот раз Артем у нас сел ужинать, не знаю, не ужинать, полуночь ничить. У нас обычно на ночь пьет молоко, стакан молока и печенюшечки ест у нас. Попу наращивает. Так вот, взял молоко, всегда такое молоко берем. В абсолюте. Называется вот так. Холк. А, кемерово? Кемерово. В общем. И оно закисшее. Смотрите. У-у-у. Видите, да? Уже творог. Да не уже творог. Видите, оно такое совсем. Все уже. Слорожное. Ну, это значит, что молоко хорошее. Поэтому уже не первый раз как-то попадалось оно нам. И вот этот раз вычитала, что можно сделать творог. 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 Да. В общем, выливаю еще сюда сейчас, в этот, в чашу. Включаю функцию подогрев на один час. И через час я это все перекидываю в марлечку. Сыворотка стекает и все получается такой вкуснейший творог. Такой нежный. Вообще. Обалденный. Завтра будем утром есть творог. Творог, творог. Все, я поставила на подогрев. И через час я покажу, что надо делать. Ну, вот видите, у меня получился творожок уже. Сыворотка немножко стекла. Сейчас еще течет лишнее. И все, можно будет кушать творожок со сметаной, например. Очень нежный и вкусный творог получается. Обалденный. Шторожок. Чего? Меня зовут знаешь, я тебя повсилие. Томешок у калорий котзestä вешене, суровее. Спасибо. Я деньги ш 40, ветерот? Или вы примете через час.